Такая, что эти девочки обращают на себя внимание со стороны, то есть такое, скажем, специфическое отношение ребят, значит, с других, либо конфессий, либо ребят тех семей, которые придерживаются каких-то религиозных, значит, мировоззрений. И на самом деле, если спросить вашу дочь Марат, комфортно ли ей пребывать в школе во время перемен, во время каких-то общественных мероприятий, да, культурных мероприятий, которые проводятся в школе, значит, я думаю, что ответ вашей дочери не будет однозначен, что ей комфортно. Одно дело, когда в домашней среде или в среде своих друзей или родственников, там, где все такие, как ваша девочка, и все девушки носят хиджабы, ей там достаточно комфортно. Но когда она приходит в школу, она точно тонкий, девочка очень хорошо учится, но, значит, она, ей предстоит еще в школе и отстаивать, значит, себя, личность, свои интересы, которые, то есть то стаимо, которое заложено, да, с детства, и то воспитание, которое, значит, идет со стороны семьи. Но тем не менее в школе, в общественной жизни она старается быть в тени, то есть она стесняется. И как бы, вот если мы сейчас говорим о том, что ребенку необходимо, ну, как-то, значит, в большей степени проявляют свои способности, она человек способный, она стесняется лишь не раз в доске выйти, ответить, то есть привлечь на себя внимание. Если бы мы пришли, я, как бы, не против, значит, того, что дети певают хиджабы, но я вижу, как этим детям тяжело, значит, быть в социуме, и как этим детям тяжело все-таки свои знания, которые они получают в школе, значит, применять и реализовывать. То есть в первую очередь это стеснение. Если бы мы позволили, значит, нашим девочкам в официальной части, тогда, когда мы проводим какие-то уроки, пульсативные занятия после школы, все-таки позволить им, значит, отойти, значит, от обязательного ношения хиджаба, то я думаю, что, то есть, пожалуйста, после школы, да, у нас очень много каких-то массовых мероприятий, мы куда-то выезжаем, но мы выезжаем к лампу, то есть нет, значит, большого скопления, значит, других ребят, ребят со старших классов, которые не всегда правильно реагируют. Им, понимаете, во всех семьях родители настраивают и воспитывают своих детей исключительно в русле добра, понимания, воспитывают и, может быть, не объясняют, что надо принимать другую веру. Вот, поэтому, если бы мы позволили нашим девочкам все-таки, значит, быть естественными, быть как-то менее зажатыми, что ли, я уверена, что это и на успеваемости, как она отразилась, и в то же время позволила им в большей степени...